Следующим мыслителем, который оказывает влияние на умы людей, ходящих на улице, является Фома Аквинский. Собственно, то, что я сказал, что неотомизм является официальной философией Ватикана на данный момент, по его имени это учение называется, он является основоположником. Его наследие, если наследием у мужчины является этическое богословие, то наследием Фомы является естественное богословие. Фома утверждает, что человек может узнать о существовании Бога посредством внимательного и здравого рассуждения. То есть мы смотрим на мир, анализируем мир и из него мы можем узнать о Боге. Он, в общем-то, очень близок к тому, что мы понимаем, то есть мы говорим, что есть две, то есть неоднократно Фому того же цитировал Ломоносов и в наших книжках, как цитата из Ломоносова, что Бог нам оставил две книги, значит, Библию и книгу природы. Но проблема в том, что для Фомы это две равнозначные книги. То есть рассматривая творение, как вот пишет Павел в первом послании к Римлянам, 18 стих, мы можем знать о Боге, но мы не можем знать его лично. Все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог открыл. Все его божественные атрибуты через рассматривание творений видим. То есть все, кто утвергают вообще Бога, безответны. А Боге свидетельствуют нам наши, наша совесть, наши мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Но только через непосредственное откровение во Христе и через Писание, которое нам его донесло, мы можем знать о замыслах Бога, о Божьих планах, о нашем месте в его плане. Но дело в том, что следуя идеям Аристотеля, то есть если Плотин совмещал идеи Платона, то есть вообще Платон и Аристотель оказали влияние на христианство настолько глубокое, что наверное на западное христианство не меньше, чем Моисей. Если бы, допустим, углубляться в доктринальные споры вот времен никейских отцов и все эти христологические дискуссии, помните, суть-то дискуссии была в том, как совмещается во Христе божественная и человеческая природа. Но дело в том, что к этому времени церковь уже заимствовала у евреев библейское богословие, но у евреев не было разработано библейская теология, но не была разработана библейская антропология. И теологию брали из Библии, а антропологию брали и у греческих философов. И вот этот весь спор, на самом деле, если мы его на уровень философии переведем, а не на уровень догматов или политики, там замешано было все. Но на философском уровне, на самом деле, спор идет между двумя философскими школами, антиохийской и александрийской, и одна, значит, следует платоновской идее антропологической, другая аристотельской. И одни доказывают, как библейское представление о Боге совместимо с аристотельским представлением о человеке, а вторая, как библейское представление о Боге совместимо с платоновским представлением о человеке. Понятно, что они договориться не могут, потому что они изначально спорят о разных вещах, но причем здесь библии вот так вот если плотин совмещал библейское учение с идеями платона то фома совместил его с учением аристотеля вот опять у вас изображение аристотеля из книги рафаэля афинская школа потом указывает на небо аристотель указан на землю до аристотель гуманист материалист не в такой степени потерялись от тит лукреции кар который значит лукреция своей тортать о природе вещей вообще сейчас будет сплошной материи и именно вот этому древнему заблуждению многие сегодняшние материалисты следует до аристотеля не дотягивает вот но по аристотелю высшим проявлением божественного в человеке является то самое тигнум деи достой достойно бог богов является его разум и фома утверждает что хотя природа вся человеческая падшая разум у него падшим не является потому что падшая физическая природа обаять и вот это вот влияние опять же гоностицизма все равно здесь прослеживается разделение физического и духовного и вот физическая природа человека падшая но мы то знаем что падение произошло как раз наоборот воля человека в первую очередь была повреждена отстранившись от бога но поскольку разум человека не падший то путем здравого рассуждения если не будет логических ошибок человек сам может все что нужно о боге узнать и значит он во и понятия высшего метафизического принципа или же понятия истинной сущности истинное отличие настоящее отличие по нему это отличие существования от сущности здесь нотки платона проникает помните мы говорили есть идея и если воплощение хорошая идея плохое воплощение абсолютная совершенная идея стула и плохое воплощение стула который может сломаться который может быть деревянным может быть железным есть стул она абсолютно она не может быть лучше хуже она значит совершенно вот вот сама утверждает что в этом стуле сочетается его форма то есть то его истинное явление и его содержание его идея которого в нем существует отсюда кстати берет свое начало католическая доктрина при осуществлении священных даров при причастии по католической доктрине в момент когда священник совершает молитву над хлебом и вином тогда совершалось над вином сейчас тоже некоторых уже местах совершается над вином хотя большинстве случаев священники только вином причащаются вот он совершает эту молитву по сути дела произнося слова из писания сик эст корпус мион сие есть тело моё вот и поскольку приходит причаточек 200 то насчет вот каждый выдает сикерский космос мило сикерс вот хок хок эст хок эст корпус мион хок эст корпус мион отсюда пошло выражение хокус-покус то есть детей с детства выучили что вот когда священник произносит вот эти магические слова в которые значит тело хлеб превращается в тело христово вот ну и дети слышат что он там бормочет хок эст корпус мион отсюда пошла идея что вот этот магические слова при которых происходит волшебное превращение но превращение происходит следующим образом что форма мне меняется почему называется при осуществлении не меняется форма на меняется сущность по форме это остается тот же самый хлеб но по сущности это уже не хлеб по сущности это уже до субстанта вот как по-палатине Субстанция То есть форма и субстанция Форма осталась та же, субстанция поменялась То есть в форме хлеба Сущность, которую мы принимаем Это собственно тело Христа Нам не безразлично Современная церковь И у нас есть, что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Таким образом Ввел это отличие Фома Квински Что мы должны отличать Форму и сущность И это есть истинное различие И высший метафизический принцип Бог существует Бог это бытие как таковое Он чистое существование Оно первично И по отношению к форме И по отношению к сущности И по отношению к явлению И к форме, и к субстанции То есть Бог и есть бытие Мы Богу не можем приписать Ни форму, ни субстанцию Потому что и то и другое То есть две формы бытия На которые он разделяет Форма и субстанция Форма и сущность Они от Бога исходят И Бог поэтому по отношению Только будем им первичен И таким образом Мы Бога можем познавать Двумя путями Которые являются равнозначными Через откровение Если Бог нам что откроет И через рассуждение Если мы сами до чего догадаемся Дойдем рассуждение То есть догадаемся Не лучший случай Не лучший термин Потому что имелось ввиду Не озарение А именно здравое рассуждение С применением логики Ну Мастер и Магниты Кто-нибудь читал? Кино по мнению смотрели, да? Кино читали Вот Помните, когда В первой главе Начинает разговаривать Начинает разговаривать Волан С Берлиозом Он говорит А как же насчет доказательств Бытия Божьего Которых существует Ровным счетом 5 Вот Про что Ну На самом деле Мы-то знаем Что доказательств Бытия Божьего Существует гораздо больше Мы о них будем Говорить подробнее А о некоторых Мы будем говорить Да еще подробнее И допустим То же свидетельство Которое мы сейчас слышали Оно тоже является доказательством Вот Что имеет в виду Волан Когда говорит О 5 доказательствах Существования Он имеет в виду Вот эти вот 5 Так называемые 5 путей Фомэнфинского То есть то Что является официальной доктриной Католической церкви Есть 5 путей Познания Существования Бога Первый из них Это Изначальный Недвижимый Движитель Мы Все что мы видим В мире Находится в движении Но чтобы что-то двигалось Ему что-то должно Придать движение Поскольку всякое Движение Которое нами Наблюдаемое Оно Временно То Это движение Временно И не может Само себя двигать Должен быть Движитель Изначальный И недвижимый И вот этот Источник движения В мире Изначальный Недвижимый Движитель И есть Бог Второй путь Это всеобщая Первопричина Всякое Всякое следствие Имеет причину Всякое явление Всякое событие Имеет свою причину Но бесконечный Ряд причин Невозможен Должна быть Некая причина Всего ряда Я вам могу Дать эту указку И попросить ее Передавать Один другому И вы можете Делать бесконечно Это будет Бесконечный ряд причин Но сам ряд причин Невозможен Был бы Если бы изначально Эту указку Не дать Прибавляя по одному Мы никогда Не достигнем Абсолютной бесконечности В каждый Конечный момент Общее количество Передач указки Будет ограничено И поэтому Должен быть Где-то Должна быть Изначальная причина Вот И вот этой Всеобщей первой причиной Является Бог Мы сейчас Не будем Глубляться В эти вопросы Мы когда Дойдем До уже Философской Формулировки Этих аргументов Тогда мы Подробнее Об этом поговорим Дальше Бог С точки зрения Формулировки Это первичное Необходимое Существо Он говорит Существуют Существа Необходимые И возможные Вот мы с вами Нравится нам это или нет Это возможные существа То есть Нас может быть А может и не быть И было Когда нас не было Да кстати Аргумент Который Ария В свое время Применял Для того Чтобы Доказать Что Христос Не является Богом Было Когда его Не было Вот Потому что Он сводил Только к моменту Воплощения Существования Сына Божьего Вот Но Уж для нас Это точно было Когда нас не было Ни воплощенном виде Ни воплощенном виде Вот И к сожалению Будет Когда нас не будет А потом У нас есть обетование Опять будет Когда нас будет Когда мы все вместе Уже на облаке Встретимся Встретение Христу Вот Но Опять же Возможные существа Не могут Бесконечно порождать Сами себя То есть Нужен некий источник Изначальное Возникновение Возможных существ Этим источником Может быть Только необходимое Существо То есть Существо Которого Не может Не быть Которое Есть всегда Правда Очень интересно Что Фома Акминский Он Утверждал Что есть Два типа Этих Необходимых Существ Первый Это Бог Но Он также Считал Что Ангелы Являются Необходимыми Существами Что В общем-то С богословской Точки зрения Очень Спорный Вопрос То есть Если ангелы Предсуществовали Творению То они Вечны Тогда Они Не сотворенные А если Они сотворены Богом То Они Временные Они тогда Не могут быть Необходимыми Существами То есть Мы Не будем Опять же Соглубляться Но Фома При этом Считал Что Ангелы Являются Тоже Необходимыми Существами Но К нашему Вопросу Это Отношение Не имеет Бог Является Первичным Необходимым Существом Бог Является Предельным Ботием Благостью Истинным То есть Мы можем Сказать Что То есть Мы Имеем Дело Лишь Относительным Ботием Относительной Благостью И Относительной Истиной Можно Сказать Что Вот Это Больше Похоже На Правду Чем Вот Это Но Я Не Говорю Про Политические Дебаты Потому Что Мы Понимаем Что На У нас Эталон Был Гибкий То Сегодня Это Правда Завтра Это Правда Мы Можем Сказать Что Это Более Благо Это Менее Благо Из Двух Зол Мы Выбираем Наименьшее Значит Мы Что То Считаем Большим Злом То Меньшим Благом То есть Мы Говорим Что Зла Как Такого Не Существует Злом Мы Называем Недостатком Благо Недостатком Благе С Которым Мы Можем Сравнивать Вот Этим Краз Абсолютным Благом Абсолютным Бытием И Абсолютной Истиной И Является Бог И Пятый Путь Фомы Аквинского Это Причина Упорядочного Существования Вещи Мы Наблюдаем В природе Не Просто Природа Это Не Хаос Природа Это Космос Хаос Это Беспорядок Космос Это Порядок Но Фома Аквинский Не знал Второго Начала Термодинамики Но Знаете Подспудно Второго Начала Термодинамики Знает Любая Домохозяйка Порядок Надо Наводить Беспорядок Образуется Сам Это Закон Природы Так Устроен Наш Мир Это Наследие Грехопадения Проклятие Которое Наложено На Землю Вот Я Со вторым Началом Термодинамики У себя На рабочем Столе Дома Борюсь Каждую Субботу И Наконец-то Я его Побеждаю И думаю Что Все Ему Больше Шансов Выжить Нет Но Через Полчаса Опять То же Самое Что Было И Я Своей Жене Говорю Ну Как Я Могу Бороться С Законом Который Сам Создатель Становил Вот Но Порядок Нужно Наводить И Если Мы В мире Видим Порядок То Значит Кто Кто То Его Навел Вот Это Вот Пять Путей Фом Эквинска Продолжение следует